Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю вас в свою скромную студию АркТВ в Ютубе. Не устаю повторять, где большинство из вас, подписчиков моего Ютуб-канала, со мной на одной украинской волне. И сегодня, 23 сентября 2023 военного года, 577 день войны в Украине. И всегда даю ссылку на этот сайт, где хроника событий постоянно обновляется, и здесь правда. Дорогие украинцы всех стран, как говорю, часто в таких случаях, здесь вы действительно, желающие держать руку на пульсе реалий нынешней, тяжелейшей жизни военного времени, вы можете здесь считать достоверную информацию, как говорится, из первых уст. Ну а вас я приглашаю тех, кому не безразличен украинский футбол вообще, и его легендарный клуб «Киевская Динамо» в частности. Приглашаю Черкассы. Черкассы-арена. И вот это сайт, который популярен по обе стороны океана. Его знают изданно, ему уже 26-й год. Вот сайт «Динамо» от «Шурика», он раньше назывался, сейчас просто говорят вот на «Шурике», и это интересный сайт. Вот посмотрите, сейчас практикуют, они вот показывают приезд на стадион на фирменном «Динамовском» автобусе команды, нынешней команды легендарного клуба «Динамо Киев». И вот вы их видите, видите, вот Гусю, тренер один из помощников, Мирча Луческу, главного тренера. Вот выгружаются футболисты, и всё это можно видеть, как говорится, вживую. Меня эта игра украинской премьер-лиги интересовала по многим причинам. Интересовала потому, что, должен вам сказать, накануне как раз я прочитал, увидел. Вот слова вот этого симпатичного парня, и вы их тоже сейчас прочитаете на одном из сайтов. «Владимир Брашко, хочу доказать Луческу, что достоин играть в его команде». Ну что ж, и это, представьте себе, мне удалось запечатлеть вот в матче ЛНЗ Черкассы «Динамо Киев». Вот обратите внимание на табло. Счёт 0-1 повели «Динамовцы». И на табло 2 минуты 26 секунд. Это третья минута игры, но счёт уже открыт, и открыл его как раз Владимир Брашко. Ну что ж, дай-то ему Бог, начал доказывать. Ему 21 год, он возвратился из аренды, а аренда у него была в «Заре» Луганской. И вот представьте себе, что в аренде он сыграл матч и против «Динамо». Сыграл против «Динамо» в составе «Зари». И Владимир Брашко в составе «Зари», играя против родного клуба, забил решающий гол. И луганчане «Заря» выиграли этот матч у «Динамовцев» со счётом 3-2. И сам Брашко подчеркнул в комментарии про футболу, что он очень хочет доказать Мерчелу Ческу свою силу и вернуться в «Динамо» и играть там в основе. Ну что ж, сегодня он играл в основе и забил гол. А игра, должен вам сказать, была обильна на голы. Счёт вы видите на табло 2-4 в пользу гостей. Они победили. И я для тех, которых интересуют авторы забитых мячей, я напомню, что третья минута, подчёркиваю, третья минута – это то, когда называют футболисты «быстрый гол», забил Владимир Брашко. На 61-й минуте Виталий Бойко восстановил равновесие 1-1. На 73-й Андрей Ярмоленко 1-2. На 78-й пенальти в ворота хозяев поля реализует капитан «Динамовцев» Виталий Буяльский 1-3. На 90-й плюс 1 – Максим Прядун 2-3. А на 90-й плюс 3-й минуте Назар Волошин вновь увеличивает разрыв. И 2-4. И вот сейчас для вас, надеюсь, что меня не подведёт техника, и остаются секунды. Если уже арбитр матча проверяет, вот Вар, всё ли правильно проверяет, потому что это было после забитого гола, и продолжится ли, будет ли засчитан этот гол, продолжит ли игру с центра, вот Вар. Вар его, естественно, информирует, и вы эти секунды видите. Ну, надеюсь, что вот то, что у нас зависло, это, дорогие мои друзья, подписчики и не подписчики. Вы видели вот на этом красавце-стадионе Черкассы-арена, видели несколько секунд, и мы не нарушили, естественно, кооперайт. И вы, кто со мной на одной украинской волне, знаете, уже окончательный счёт. 2-4 в пользу гостей. Динамовцы одержали очередную победу. И я вам, естественно, дам все ссылки, чтобы вы сами смогли посмотреть, почитать об этом интересном парне и интервью с ним Владимире Брашко, который вернулся в родной клуб. А он, рождённый в Запорожье, в 16 лет попал в Академию футбола Киевского «Динамо» имени Валерия Лобановского. Впрочем, повторяю, дам ссылку, почитайте. И я вам от всей души желаю, болейте только футболом, а в жизни оставайтесь здравыми, благополучными, счастливыми и, дай-то Бог, в скорейшем времени под мирным небом родной Украины. Как советует Ютуб, я повторяю эти советы, которые повторяют очень многие телеканалы, блогеры. Ставьте ваши лайки. Буду признателен всем, кто будет подписываться на мой канал, на мой блог на шурике «Динамо Киев Юэй» и в Фейсбуке есть у меня страничка. И буду очень благодарен вам за ваши комментарии. Не ленитесь, уважаемые друзья в социальных сетях, потому что для человека, который занимается творчеством, это всегда приятно. Это обратная связь. Поэтому будем благодарны друг другу. Искренне ваш, из Филадельфии, Дэви Аркадьев. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока, пока вижу, что мое видео подходит к одиннадцатой минуте. Хорошая цифра, футбольная. Будьте здоровы, повторяю, и благополучны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok